Привет! Ты знаешь, на какой скорости приземляются самолеты? Громадина весом в сотни тонн касается земли на скорости от 250 до 300 км в час. Только вообрази эту чудовищную силу удара. Такие моменты жизни людей зависят только от мастерства пилотов. Сегодня ты увидишь самые рисковые приземления самолетов. Готов к безумной дозе адреналина? Тогда смотри наше видео. Аэропорт Мадейры — один из самых сложных в мире. Одной стороной взлетно-посадочная полоса упирается в горы, а другая заканчивается прямо в океане. Буквально. Поскольку на суше для полосы места не хватило, инженеры продолжили конструкцию на воде, построив что-то вроде гигантского моста. А еще над Мадейрой дуют сильнейшие ветры, и над аэропортом постоянно возникают зоны турбулентности. Сейчас ты видишь, как самолет заходит на посадку. Машину так сильно раскачивает ветром, что пилот не стал продолжать маневр. Он вновь поднял авиалайнер в воздух и пошел на второй круг. Этот самолет тоже трясет, как старые жигули на кочках. Он клюет носом и покачивает крыльями. Но пилот все-таки выровнял машину и посадил авиалайнер на полосу. Вот это мастерство! И снова Мадейра. Самолет заходит на посадку со стороны гор. Ты видишь, как машина вихляет в воздухе? Самолет машет крыльями, как птица. Не завидую я пассажирам этого авиалайнера. Но пилот выравнивает машину и опускает ее на полосу ровно по центру. Идеально! Посадка в Гамбурге — это настоящий адреналиновый шторм. Принадлежащий авиакомпании Люфтганза Airbus A320 снижается к взлетно-посадочной полосе. Увы, именно в этот день на Европу обрушился ураган Эмо, и скорость воздушных потоков достигала 120 км в час. Порывы сильнейшего ветра подхватывают машину и трясут в воздухе, как бумажный самолетик. Но пилот все-таки приземляется. Airbus тянет влево, поперек полосы, машина ударяет крылом о землю, еще немного проезжает вбок и выходит за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилот чудом выравнивает машину, снова выводит ее на полосу и поднимает воздух. Только вообрази, что ощущали в эти минуты пассажиры. Я бы посидел от ужаса. Совершив круг над аэропортом, авиалайнер через 15 минут снова зашел на посадку. И теперь уже нормально приземлился. Пилот, который управлял этой машиной, настоящий гений. Кстати, это была очаровательная блондинка по имени Макси. Девушке всего 24 года, и она занимала должность второго пилота. Такая экстремальная посадка невероятный для новичка результат. Но к руководству компании есть вопросы. Почему командир экипажа передал управление второму пилоту? Даже я понимаю, что это задача для опытных профессионалов. Я ведь не пилот. Как ты думаешь, почему капитан экипажа доверил посадку второму пилоту? Может, он хотел обучить девушку приземлению в экстремальной ситуации? Или просто сглупил? Поделись мнением в комментах. Похожая ситуация произошла в аэропорту Хитроу в Британии. Несмотря на бушующий ураган Деннис, самый большой в мире авиалайнер Airbus A380 зашел на посадку, и все пошло не так. Порыв ветра подхватил огромный авиалайнер и начал разворачивать перпендикулярно полосе. Ты видишь это? Ветер настолько сильный, что самолет завис боком. Пилот пытается выровнять машину, но получается не очень. Он только чуть-чуть исправил угол, и самолет коснулся полосы. Вот это удар! Гигантский авиалайнер тряхнуло, но шасси выдержали чудовищную нагрузку. Airbus катится под углом, покидает взлетно-посадочную полосу и вылетает на обочину. В любой момент шасси могут сломаться и самолет ударится о землю. Но все обошлось, Airbus спокойно остановился на газоне. Фантастика! Самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу. Не замечаешь ничего странного? Посмотри, вот левое заднее шасси, вот правое, а где переднее. Авиалайнер приземлился только на задние колеса, и теперь он мчится вдоль полосы, словно на роликах. Пилот прилагает максимум усилий, чтобы удержать нос машины задранным вверх до того момента, пока самолет не затормозит. Это невероятный риск. Если машина клюнет носом, самолет может переломиться пополам, и кто знает, чем это закончится. Но пилот справился. Он сумел погасить скорость и только после этого опустил носовую часть машины. К авиалайнеру сразу же подъехала машина аварийной службы. Экипаж заметил неполадку еще в воздухе и сообщил диспетчеру, что самолет будет садиться без переднего шасси. Чтобы снизить вероятность пожара, пилот несколько раз облетел аэропорт на САУ, сжигая остатки топлива. И только после этого начал посадку. Мастерство экипажа выше всяких похвал. И самолет сохранили, и все пассажиры живы и здоровы. Этот самолет JetBlue Airways направлялся в Нью-Йорк, а приземлился в Лос-Анджелесе. Сразу же после взлета пилоты поняли, что шасси не работают. Но экипаж понятия не имел, что именно поломалось. И тогда пилоты придумали гениальный ход. Они свернули к аэропорту Лонг-Бич, на котором располагалась база авиакомпании JetBlue. Машина прошла над аэропортом на малой высоте, а сотрудники JetBlue поднялись на вышку и просто посмотрели. А потом сообщили экипажу, что шасси самолета развернуты под прямым углом. После этого капитан направил авиалайнер в Лос-Анджелес. Но в баках самолета оставалось много топлива, которое могло вспыхнуть при ударе. Чтобы израсходовать топливо, авиалайнер более двух часов кружил над океаном. Все это время пассажиры тряслись от ужаса в ожидании экстремальной посадки. И вот самолет пошел вниз. Пилот на скорости 222 км в час посадил многотонную громадину на заднее шасси. Чтобы избежать удара о землю, пилот максимально задрал носовую часть самолета, но долго в таком положении не протянешь, и лайнер все-таки опустился на переднее шасси. Прочнейшая резина, усиленная слоями металлического корда, сначала задымилась от трения, а потом вспыхнула. Но это была не единственная угроза. Из-за поломанной носовой стойки пилот не мог использовать дополнительные средства торможения, а обычные тормоза не очень-то эффективны. Машина неслась по взлетно-посадочной полосе, и расстояние до финиша стремительно сокращалось. Но самолет все еще двигался слишком быстро, только когда машина замедлилась до 167 км в час, пилот задействовал тормоза. Самолет остановился в 300 метрах от конца полосы. К этому времени переднее шасси превратились в обугленные лохмотья. Поразительно, но даже в таких условиях пилот остановил машину точно на центральной линии. Вот это мастерство! Авиалайнер Airbus A380 массой 560 тонн заходит на посадку в нидерландском аэропорту Схипхол. Над аэропортом бушует штормовой ветер скоростью более 80 км в час, и гигантская машина болтается в воздухе словно поплавок. Пилот понимает, что не справляется с маневром и уходит на второй круг. Он резко поднимает машину вверх и закладывает эффектный вираж, облетая вокруг аэропорта. Думаю, пассажиры ощущали себя как на американских горках, только на скорости более 900 км в час. Второй заход на посадку был идеальным. Пилот посадил машину на полосу так ровно, словно чашку на блюдце поставил. У этого парня действительно стальные нервы. И снова аэропорт в Нидерландах. Ты видишь, как быстро вращаются ветряки на заднем плане? Похоже, ветер тут не шуточный. Авиалайнер Egypt Air уверенно идет на посадку, но потоки воздуха сдувают машину с курса. Самолет приземляется на две стойки из трех, подпрыгивает, снова приземляется на две стойки. Огромная машина трясется и дрожит. Пилот с трудом удерживает самолет на полосе. Если среди пассажиров были атеисты, после такого приземления они точно уверовали в бога. Лайнер авиакомпании Viseir приближается к аэропорту Бирмингема. Несмотря на мощнейший шторм Сиара, пилоты направляют машину вниз. Порывы ветра достигают 150 км в час. Авиалайнер шатается, как пьяный. Воздушные потоки сносят его с курса. Иногда кажется, что огромная машина просто зависает в воздухе, не в силах преодолеть сопротивление стихии. Авиалайнер буквально прорывается к земле. Последнюю минуту хвостовую часть заносит, и ветер разворачивает самолет боком. Машина все-таки приземляется, но удержать сцепление с поверхностью невероятно трудно. Самолет подпрыгивает и вихляет, его ведет из стороны в сторону, и все-таки пилоты сделали это. Надеюсь, они получили свою порцию аплодисментов после такой невероятной посадки. Забавный парадокс — этот лайнер должен был приземлиться в лондонском аэропорту Лутон, но там был ужасный ветер, и самолет перенаправили в Бирмингем. Кажется, это была не самая удачная идея. А эта невероятная посадка произошла в Подмосковье. Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский и почти сразу столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, и движки начали глохнуть. Поначалу заглох только один двигатель, и пилоты надеялись дотянуть до аэропорта. Но вскоре начал отказывать и второй, и стало очевидно — садиться нужно прямо сейчас. К этому моменту самолет поднялся на высоту 243 метра. Но чем ниже, тем безопаснее, правильно? Нет, неправильно. Если у низкоидущего самолета отказывают двигатели, падать он будет несколько секунд. Экипаж должен принимать решение мгновенно. Пилоты заметили внизу огромное кукурузное поле и поняли — это единственный шанс на спасение. Они направили машину к земле. Шасси пилоты решили не выпускать. Побоялись, что при ударе стойки сломаются, а самолет рухнет на землю. Они посадили Airbus прямо на брюхо, а длинные прочные стебли кукурузы сыграли роль амортизаторов и поддержали машину, не позволяя ей завалиться на бок. Несмотря на экстремально жесткую посадку, все пассажиры остались живы, отделавшись легкими травмами. За находчивость и профессионализм пилотам присвоили звание Героев России. Boeing 737, принадлежащий авиакомпании «Ямал», вылетел из аэропорта Урингой. Все было отлично, до тех пор, пока на земле не нашли огромное самолетное колесо. Откуда оно там взялось, ты не поверишь, но колесо потерял Boeing. Оно просто отвалилось при взлете. Потерю заметил один из пассажиров самолета. Чтобы не пугать людей, этот гениальный человек написал записку и передал ее членам экипажа. Летчики послали запрос в аэропорт и получили подтверждение – колесо действительно отвалилось. Самолет долго кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, а пассажиры в это время дружно молились. Поразительно, но даже без колеса пилот посадил самолет ровно как по линеечке. Ни один из пассажиров не пострадал, но перепугались все. Но как самолет мог потерять колесо? Это же не телефон из кармана выронить. Проверка показала, что причиной поломки стал некачественный подшипник. Деталь просто развалилась на части и колесо, не выдержав нагрузки, оторвалось. Какая экстремальная посадка поразила тебя больше всего? Расскажи в комментах! И не забудь поставить лайк! Делись нашим видео с друзьями и обязательно подписывайся на канал! Тут много интересного!